Так, кого мы сюда возьмем? Я проходил вот этой пачкой, мне кто-то ее сказал, типа попробуй такой пачкой. Вроде бы как у меня получилось, пассивка Дриона работает. Да, и перейдем по скиллам этого моба. Атакует всех врагов, эта атака не может противиться. То же самое, короче. Со второго скилла оглушает врага на один ход в случае нанесения крит-удара. Индикатор атаки одного из последователей увеличивается на 100% при атаке врага. Вот так вот. Так, третий скилл. Ну и давайте уже поэтапно посмотрим. На волнах Бернарды задолбают, они ускоряют, ему бы могут делать большое количество ходу. И да, Триану отсюда надо убрать. Триана здесь делает ровно ничего. Поэтому Триану можно заменить на еще одного ДД какого-то. Так как хил есть, слив атак бара есть. На что бы здесь Триану заменить, я даже не знаю. Прикинь, к рыб везти, что? Такую фигню за 100 рублей собрать пачку на дыру? Да, я думаю, человек и сам шарит, но я могу собрать пачку человеку из его мобов. Почему бы и нет? Просто здесь еще надо дождаться того момента, когда переделают. Возможно, тут что-то. Комптуаз еще могут тут усилить этих боссов, ослабить, переделать. Так что, наверное, рано еще судить. Я использую пак Гара, Хамон, Рок Эвейк. Ты на этого босса? Гара, Хамон, Рок Эвейк, но у меня Рока нету, и Франк. Рок тебе дает раскол, Гара, понятно, дамага, Хамон и Гара стоит лидером, наверняка, да? Хамон. Вот может Хамона сюда взять еще? Купол-то его работает. Угу. У меня, правда, Хамон медленный. Так, уже такое появление. Тут из воды вылазит, а этот действительно как ветруганчик такой. Не, боссы классно заделаны, элементали такие. Итак, смотрим здесь. Что у нас здесь? Битва с боссом. Здесь я тоже. На первой волне, по-моему, все, да, убивают сразу его в лицо. Если, опять же, вы новичок, наверняка, вам лучше убить этих миньонов. Но я убиваю его в лицо, как видите. Гара, Хамон, Калин, Дарион. Хамон в соло тащит. Остается и тащит. Вот сейчас протестим Гарика с Хамоном. Калин, Дарион. Дарион закинет раскол. Тем более, Дарион у меня достаточно шустрый. 120 у него, наверное, сколько скорости. И он часто закидывает расколы. Угу. Так, сюда-ка. Ну, я не помню, какую первую пачку я фармил. Кто помнит? По-моему, через шакрамок я фармил. Нет? По-моему, шакрамки я брал. Шакрамок. Но шакрамки здесь не так профитны. Так, вторая волна. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ого. Это было больно. И мне тупо убили, смотрите, да? Я сейчас еще чувствую, зафейлюсь. Так, здесь у нас на второй волне что стоит? На второй фазе. Сначала слева последователя. А потом, соответственно, его. Ну, вот видите, у меня фран просто отъехал. Я не знаю, затащат они или нет без фран. Но это было больно. Угу. Очень больно было. Так, сейчас она подхилится. И у меня остался один хилер. Рамагоса не убивайте, не трогайте его. Нет смысла его трогать. Он мало дамажит, нет смысла его трогать. Пускай себе стоит пассивный уродец. Он ничего вам не сделает. Да, он бьет на свои 2000. Как бы, забейте на него. Он ничего не умеет делать. Он бесполезен. Так, третья фаза. А здесь на третьей фазе, по-моему, кто там? Лагмарон, да? Лагмарон. Здесь чаще всего Лагмарона пытаются убить. Потому что почему? Он может закинуть вам раскол и стан. Он больно прошибает. Во-первых, больно бьет. Так еще и может вас застанить. И со второго скилла, если ударить, достаточно больно. А тут, думайте сами, убивать Тэшары или нет. Я, как видите, вроде бы ставил не убивать его. Но как-то... Ну, смотрите, пачка вроде проходит, но здесь Триане делать нечего. Вместо Трианы сюда вот действительно Хамона лучше взять. Видите? Пачка все равно затащила, так как хорошо заряжена. Но Триана делала ничего. Рекорд у меня на этом, по-моему, 2 минуты. Босси, давайте поставим вместо Трианы сюда, как вы там говорили, Хамона. И Хамона можно поставить... А, нет, он не работает лидером. Давайте вот такой пачкой попробуем еще. Будет имунка, раскол, Хамон плюс... Там крест какой-то закинет, если он закидывается на босса, вроде закидывается. Так. Так, сюда К. Ну и плюс Хамон еще какой-то урон там вносит. Чем меньше ХП, тем больше вносит урона. Плюс Хамон купол закидывает. И в такой ситуации, возможно, бы Фран выжила. Может быть. Мне кажется, у них прицел какой-то на лидера, заметьте. Тут у меня Фран сдохла. А там у меня Лагмарон сдох, да? Видимо, у него прицел какой-то слева направо. Да? Наверное так. Но это что, совпадение, что ли? У вас как? Кто у вас первый сдыхает? У меня лидер постоянно. Уже второй раз постоянно. Блин, 2 из 2. Совпадение? Нет, не думаю. Мне кажется, здесь даже не Хамон мне нужен будет. А еще какой-то... Даже не знаю. Кто бы сюда зашел так, чтобы и подхилить? Возлик, наверное, не самый будет полезный. Только количество ходов будет набивать и все. Кто бы сюда взять? Я вот думаю. Не знаю. Если вы смотрите этот видосик, в комментах, естественно, напишите, чем вы убиваете этого босса. Для меня этот босс, наверное, сложнее будет, чем водяной. Мне так кажется. Хотя, я не знаю. Я еще не определился, кто из них для меня лично сильнее. Тут нужно просто подобрать нормальную пачку, а потом уже и делать вывод. А у меня еще пачка не собрана, так как я этих боссов не фармил. Я всю энергию потратил на медведя и сейчас трачу на белку. Поэтому я, скажем так, не особо опытный на этих боссах. Возможно, вы фармите руны вместо этих там мобов, якобы бесполезных. И, соответственно, расскажете, кто здесь будет лучше и какой принцип. Естественно, когда-то я пофармлю здесь больше все это дело и уже выскажу свое мнение. Так, смотрите. В этот момент они переключились на Дариона. Так, Дариону сейчас подсейвим, да? Хамончиком. Да, подсейвили малость и подхилили. Нет, Дарион живет. Жирненький хлопчик. Ему хорошо, ему... Он в порядке. Вообще, в идеале сюда бы набрать фулл огненную пачку. Но Дарион неплохо сейвит. Как ни крути. Видите, даже его не пробили. Купол Хамона. Ну и Фран. Как ни крути, хороша. Если бы можно было выбрать сюда первачей. Сюда бы взяли бы вместо Фран. Возможно, Бастет кто-то. Может, тут еще что-то взял бы себе. Так, раскол на Лагму. Так, а, у него еще и контратака. Видите, в ответ он сразу получил раскольчик. Не, ну вроде так лучше. Тут хоть каждый что-то делает. Даже тот же Хамон. И смотрите, что делает Хва. Просто растращила босса. Как видите, если бы я поставил сразу бить босса, мне кажется, я бы его убил бы просто вон. Хва выдала двойной прокаст. Минус босс. Диас не лучше будет? Нет, он у меня медленный. Вот я еще и Деву хочу сделать светлую. Получается, у меня Бумеранша водяная одна, вторая, Бумеранша светлая, Бумеранша огненная. Кроме темной есть все. А и Ветреной нет у меня Бумеранши. Еще и ей надо будет доточить скиллы. Шакрамка огненная, не проточена. Ей нужно проточить скиллы водяная. Шакрамка проточена. А еще захочется когда-то Ветреную сделать и светлую. Ну и возможно даже темную. Но темная все-таки Бумеранша лучше, чем шакрамка. Как ни крути, она там снимает бафы. Себе их ворует и на свою сестру. Она намного сильнее. Плюс настакивает себе за счет бафов. Следовательно, вот эта пачка, я так понимаю, самая получается сайвовая. Как ни крути. Она средне по времени проходит. Но при этом вроде бы как работает. Я посмотрю еще кого можно сюда вместо Дариона. Хва скорее всего останется чисто для этой локации одета. Потому что я ее уже хотел раздеть. Ну ладно, пригодилось, видите. Хотя опять же, вместо Хвы сюда можно взять просто хорошо одетую Ковбойшу. Если делать с нее ДД. Но Ковбойша конечно будет меньше дамажей, чем Хва. Но зато она будет больше сливать Атакбар. Ага. И сама по себе закидывает Раскол. Что тоже хорошо. Просто не всегда Дарион что-то закидывает Раскол. Валера еще тут. Как оказывается. Но, видите, да? На пол столба сразу пробивает. Да, Хву на Ковбышу можно поменять. И вот здесь тоже. Зависит от Атакбара. Он иногда сразу ходит с вот этим вот. Видите, все втроем сходили. И фактически сдохла Фран. Если бы у Фран на предыдущей фазе потерялось бы чуть ХП, Фран умирает. Минимальное количество ХП и брони, которое здесь нужно, я так понимаю, каждому персонажу. Вот имеется ввиду Фран. Видите, ее что-то фокусят. Фран нужно хотя бы, как у меня, 20 тысяч ХП на 450-500 брони. И она, видите, фактически сдыхает. Если бы лидерка Хамона здесь еще работала, наверное, было бы попроще. Но не работает. Можно поставить лидерку Хвы. Но тут шанс крита и так у всех близок к сотне. Поэтому нет смысла. Или просто сделать... Вот, видите? Сдохла Фран от массовки, потому что был раскол. Вот так вот. Но опять же, они должны затащить эту катку. Босс, по-моему, тут уже не хилится, правильно? Этот же босс не хилится. Он ничего уже не сделает. Поэтому он медленно, медленно, но он сдохнет. Здесь в теории, я уверен, что Хамон затащит сам по себе, останется, и он добьет этого босса. Ну, 2 минуты, теряя одного моба иногда. Я думаю, это нормально. Грубо говоря, как некромант поначалу фармился. Я уверен, в дальнейшем какие-то китайцы создадут сюда мегапаки, которые мы будем фармить за 20 или 30 секунд этого босса. Естественно, так оно и будет. Но пока, видимо, еще рано. Ну, статы у него, конечно, бомжатские. Ну, я не представляю, по какой причине мы его держим в гильдии. Давайте посмотрим на руны. Боже, ну что это? Ну, 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 ну. Ну, просто, ну. Аракис, возьми моего медведя по тесте. Что это? Что это такое? Ну, как с этим тестить? Что это за... Напишите в комментариях, по какой причине вы считаете, я держу его в гильдии? И стоит ли держать вот такие руны в нашей гильдии? Потестим. Смотрите, как звучит его третий скилл? Очаровательный. Отчаянный брусок. Снижает свое здоровье до минимума и устремляется к врагу. Как это звучит? Он снижает себе Атакбар. Что-то типа этого из жалости, да. Он снижает себе ХП, что-то типа как Мон Лонг. И интересно. Слушайте, ты не против? Но, кстати, я тебе потрачу немного. Так кто тебя спрашивает? Господи, что я спрашиваю? Бред какой-то. Так, Немезис. Немезис. Есть ХП? Я не туда поставил ману. Переоденешь потом. Прости, я тебе зашел ману чисто потратить. Переоденем мы ему в Немезис и затестим. Работает ли эта фишка так же с Немезисом, как у, допустим, Мон Лонга. Когда он юзает свою ульту, он теряет ХП, тут же пополняет себе Атакбар. А если еще и в Ампирике, тут же еще и отхиливается. Короче, это классная комбинация. Работает ли эта же тема? Слушай. В теории, когда я прочитал впервые его скилл, я загорелся этим персонажем. Хорошо, что я передумал и сделал Водяного Медведя. Сейчас бы тест проходил бы на моем аккаунте, а так мы себе нашли одного там хорошего человека, который сделал этого Медведя, классный персонаж, наперед скажу. Поэтому мы можем затестить и не позориться на своем аккаунте. Как-то так. Так, поэтому Ятумалкак, он теряет, допустим, 50 тысяч ХП и на 50 тысяч вносит урон. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, идем в локацию, потратим тебе и ману, и энергию, все потратим. Давайте сходим на, ну давайте на вулкан, пойдем на хелл вулкана. Убьет ли он хотя бы моба на вулкане, это господи. Так, где твой этот Лукашенко? Берем Лукашенко, тестим Медведя. Итак, 5 энергии минус. Сколько у него в УСе скорости? Ой, да не надо смотреть это в УСу. Мы в гильдии, даже чуваков не держим, у кого у УСа минимум 195-200 хотя бы. А у него 183, я вообще не представляю, зачем он нужен. Так, отчаянный бросок. Сейчас мы осмотрим внимательно. Х1, каждый момент рассмотрим и обсудим. Во-первых, Атакбар у него должен снизиться в 0, но он теряет ХП. Сколько же он пополнит себе Атакбара? Смотрим. Песики эти тоньше, бьем по ним. Смотрите, отчаянный бросок. Он потерял полностью Атакбар, еще не потерял ХП. Он ударяет на 20590, но теряет при этом фулл ХП. И какую-то часть восстанавливает. Сейчас, может, мы сделаем это без анимации, чтобы не было этой анимации и было четко видно по нему. И при этом его сейчас эти волки тупо съедят. Ну, может, он выживет, конечно, сейчас посмотрим. А у него есть хилл, епта, сейчас он попку накачает себе. Видите, у него хилл, так еще и крест. Нормально, живем. Так. Как мы поняли, Немезис на нем не работает. Да, у него другая механика. По сравнению с Мунлонгом не работает на нем. Дал потестить. Приходишь, не рун, не монстр. Так, тестим еще раз третий скилл. Надеюсь, без анимации. Смотрите, он разгоняется. Не, ну разгоняется он мощно, смотрите. Прям молнии такие, как флэш. Смотрите, маленький ожиревший флэш. Я думаю, он по дороге будет терять хп. Было бы эпично, если бы он действительно по дороге уже терял хп. Такой дедушка флэша. Так, он наносит... Посмотрите на эту анимацию. У него анимация просто на миллион долларов. А персонаж просто 2 рубля не стоит. Это знаете, как феечка ветреная. Когда она дает третий скилл. Знатоки в курсе. У тебя аж экран вот так вот трясется. Ты думаешь, он сейчас взорвется. И она такая... Пим! На тысячу. Так, смотрите. Он в этот момент потерял 34 тысячи хп. Подождите, а это что за 10? 200? Это что за 10? 200? Тут он восстановил себе. Что это за... А, это он внес урон. Извиняюсь, я туплю. Он не кританул. Как видите, крит на него тоже работает. Он потерял хп 34, 700, чтобы нанести 10 тысяч урона. Очень, да, хороший персонаж. Как видите, если он критует, то он еще дополнительно вносит урон. Вот в такой системе, смотрите, вот тут явно видно, да, он себя хилил на 3,5 тысячи. И вообще туфта полнейшая. Потому что он внес 10 тысяч урона. Понимаете, да? Что он хилится именно от урона. Когда он кританул первый раз, он внес 20 тысяч хп. 20. Он кританул. Но давайте рассмотрим этот вариант, когда ваш персонаж не критует, и вы одели его в фулл, как танка саппорта. Стоит ли терять 40, 50 тысяч, или сколько там, чтобы внести 10, максимум 15 тысяч урона? Конечно, нет. Но как повысить этот урон? Давайте рассмотрим все-таки теоретическую его максимальную возможность. Немезис, как мы уже обсудили, нет смысла ему ставить. Вы можете ему поставить контратаку, можете поставить ему энерджи. Иммунитет, все что угодно. Немезис на нем не работает. Прости, минус 250 тысяч маны, но, кстати, я тебе когда-то, возможно, отдам. Вы на него одевайте, в любом случае, скорее всего, вампирик. Чтобы он имел возможность хоть чуть-чуть хильнуться. И, при условии того, что я сейчас расскажу, вампирик имеет смысл. Вы его одеваете хп, крит дамага, хп. Собираете ему там 30 тысяч хп минимум в плюсе. Ну, если вы не как вы вот эти вот руны оденете. И ставите ему крит урон. Собираете ему хотя бы сотню шанса крита. И юзаете его с мобами, которые предварительно кинут раскол на врага. Вы можете взять с собой пирата. Я не знаю, сила атаки вряд ли повлияет на третий скилл. По урону можете протестить, но, я думаю, вряд ли. Вы можете взять с ним луэра, кейси, кого угодно. В общем, какой-то раскол массовый или точечный. И тогда, мне кажется, медведь, у которого 1050 хп в сумме на гв под лидерками, бла-бла-бла, и который одет через крит урон, допустим, даже через рейдж, ну, лучше вампирик, наверное. Мне кажется, он уже как минимум всечет на полтишок. Да? А теперь давайте мы его затестим еще и в раскол. Внесет ли он больше урона? Ну, то есть, теория это, чтобы не только теория, а еще и на практике. Давайте, пройдем ему. А, сейчас уже, а то скажет, блядь, 5 анки потратил, сука, не зафармил локу, блядь. После того, как мы поставили новый рекорд по фарму вулкана Ноксету, мы проверим его теперь с расколом. И посмотрим, действительно ли сработает моя теория. И, возможно, поставим ему еще и крит урон. Давайте постараемся с его, ну, такими рунами, наверное, даже новички смеются, с его такими себе рунами, попробуем выжать максимум. Смотрим с пиратиком сейчас. Пиратик закидывает раскол. Тут важно посмотреть, кританет или не кританет. Может, под него, знаете, кого еще возьмем? Какого-то бафера на шанс крита, что-то типа петуха водяного. Опять же, у него как будто он есть. Так, смотрим. В раскол. По тому же Церберу, правильно? Мы же били тогда Цербера. Итак. Это был крит. Критический. А что он сейчас потерял 44 тысячи хп? А, куп... Подожди, купол. Но сам факт, да? Давайте не будем обращать внимание сюда на хп, тогда, видимо, у него было меньше хп, или я просто потерял какой-то... Но смотрите, 35! Чё скажете? Уже, да? Что-то интересное получается. Да? Видите? Я же говорил, что, скорее всего, на нем крит урон будет работать, а мне говорили, да не, Аракис, он как Ромагос и прочее. Но видите, вот, разрушители мифов, 35 тысяч. Угу. Так, так что вот. Ну и пройдем ему полностью локацию, а то опять же напишет на меня репорт, что я ему трачу энергию просто так. А теперь нам еще посоветовали в чатике проверить его с Хлоей. Будет ли он терять хп? Хлоя кидает непобедимку. Мы закидываем все тот же раскол. И пытаемся, так, Х1 вмазать. Это был не крит, но хп он все-таки теряет. Видите? Непобедимость его не спасает. Шилды немножко, видите, прикрывают его. Вуса, боже, прям чувствуется, да, что он медленный. Прям смотришь на Вуса, он какой-то даже выглядит как-то странно. Посмотрите, это он после бафа набрал атак бар. Мой бы уже вот, просто вот здесь был бы. Короче, странный Вуса. Так, раскол закинули, хорошо. Бафаемся. Итак, сколько же он сейчас хильнется? Ага, может еще и кританет? Крит. Сколько, сколько, сколько? 18 тысяч. А смотрите, хил, я так вижу, по-моему, суммировался или там он тоже хильнулся? Вот здесь был хил. Блин, я когда буду монтировать, увижу это, конечно, но сейчас сложно. В любом случае он хильнулся 18 900. Это уже более интересно. Давай я с этого пиздюкать заберу, хорошо? Потом переоденешь. Ну я же, ты же знал, что я заберу. Подожди, это у тебя? У тебя было 750к, когда я тебе зашел? Есть замы на стриме? Выгоните его, пожалуйста, пока я это... Пока я не зашел на Аракиса. Просто если я зайду на Аракиса, я еще ему гадостей напишу. Боже, это бомжара, посмотрите, у него 680к. Ну вот я выйду, у тебя вообще будет 0 маны, увидишь. Бесит меня. Так. И сюда мы можем надеть любую руну на хп, но в допах нам нужно что? Шанс крита. Сейчас вот посмотрим. О, семнашка. 33. Уже неплохо. Ну, пока максимум. Блин, руна плюс 9. Господи, это ужас просто какой-то. Ладно, переоденем. Еще минус 150. Так. 130 крит урона у нас получилось. Но уже не 50. И 65 шанса крита. Истим сейчас уже в самый-самый раз последний момент. 130 крит урона. Грубо говоря, 95 шанса крита у него будет. 65 плюс 30. Я надеюсь, он кританет. Бафаем. Главное раскол, а не баф. Пират, ну что ты выебуешься? Так, отлично. Подождите, вампиризм? Ну, не будем его уже бафать, правильно? Хотя мы можем залить не его. Но нам не нужно вампиризм. Хотя, ладно, для эпичности давайте зальем, не знаю, вот этого друга. И медведь в конце походит. Давайте уже так, чтобы было прям максималочка. Чтобы он прям отхилился, отхилился. У нас есть все нужные бафы. Даже баф на защиту, не знаю зачем нужен. Сколько же он мажет? Ой-ой-ой. Сколько? Завоняло тоже, да? Чувствуете запах? Чувствуете? Это я в усоп... Ой, в усоп говорю. Медведь, по-моему, пахнет, да? То есть он потерял, да, 37, но ударил на 42. Типа, ого, выгода, да? Не, ну хорошо, я согласен. Если ему сделать 200 крит урона, одеть какой-то рейдж, вообще сделать там 240, то он бы сейчас мазюкал бы тысяч где-то 50 с чем-то. И при этом, не забывайте, что чем больше у него хп, тем процентажно он внесет больше хп. Чисто в теории, если взять этого медведя мне дать, у него, он бы сейчас потерял 1045 хп как минимум, а возьмите гв с дополнительными флагами, хорошей лидеркой, там от школьника какого-то 44% либо от паладинши, он бы потерял бы 1050 хп и вмазал бы где-то на 65-70 точно. Ему нужно и хп поднять, и крит урон, понимаете? В теории, в супер-мега-топовых рунах он действительно может выносить кого угодно, и при этом еще и отхилится неплохо, на 70 кусков вшибенить, и он выхилиется еще на 20-30. Единственный минус, он, конечно, не получает дополнительного хода, и вампирик, виолент, вы ему вряд ли такой топовый отдадите, если он у вас вообще есть. У меня такого нету. Как бы теорию, если же рассмотреть, да, он что-то может, но в каких-то рунах, таких, которых вы ему отдадите, вам будет не жалко, он не умеет делать нечего. Я думаю, с этим согласятся все, и согласитесь, что персонаж... Если взять средний рейтинг, новичковый, персонаж просто... Ну, туфта. Мое личное мнение. Ну, опять же, божественные руны ему там отдать. Вы наверняка увидите его где-то на ГВ, у каких-то топов там на захвате. Вы еще увидите его в действии, это естественно. Может, кто-то его на РТА выкатит раз в 10 тысяч лет, и показательный матч сделает, что он там якобы делает, чтобы чувак ему специально там слился. Но вы же понимаете, это не тот персонаж, который стоит даже статуса игрушки. Нет, нет, нет. Хотите что-то подобное, раскачайте раму. Не пожалеете. Хоть раму плохо бафнули, но он все равно работал и работает. Поэтому, может, его еще апнут. Может, его еще доделают. Может, ему в одном из последующих патчей скажут, что мы ему подняли урон. И сейчас бы он ударил уже не 42 тысячи, а, допустим, 52. Это уже такая неплохая разница. Потерять 37, чтобы ударить 52. Знаете, как часто вы берете на ГВ такого персонажа, как Калли, для того, чтобы убить панду ветра. Но при этом вы, Калли, тут же теряете за счет дамаги какой-то перной в ответ. Часто, правильно? И оно того стоит. Зачастую. Поэтому, почему не взять медведя, который в теории кого-то вынесет за собой, но при этом он еще и отхилится, и какое-то время поживет. А если он успеет отхилиться и походить, он кинет тебе баф на защиту, еще и крест. Поэтому, ну как бы этого персонажа есть и за что обосрать, но и есть за что похвалить. Поэтому, видите, я постарался максимум его обыграть, чтобы уже там вопросов осталось минимум. Поэтому вердикт по персонажу нельзя дать, прям четкий. Но новичок и среднячок не надо. Не делайте он, ну не будет он у вас даже такой урон наносить. Так что вы вот делайте, наверное, сами. Не знаю, напишите в комментах. Огромное спасибо, на самом деле, Ноксету, за то, что мы его потестили. Я видел тест этого медведя, но чувак его тестил как-то через жопу. Просто сделал ему максимум хп и тестил его, и все. А вот это уже действительно был достойный тест, согласны? Тут уже вопросов остается очень мало. Вопросы остаются лишь в том, как ему пробустить максимум. А все и так знают. Это рунами, лидеркой, зданиями и условиями. Типа взять саппортов, которые дадут ему еще 3 комплекта по 8% хп, там бла-бла. Наверняка может он выдать и 80 тысяч, и 90. Но какие руны ему надо дать для этого, я себе не представляю. Огромное спасибо тем, кто ставит большие пальцы вверх и комментирует это видео. Напоминаю про конкурс. С вас лайк. Оставите комментарий, какого вы персонажа хотите делать и будете делать себе в дальнейшем. И, соответственно, поучаствуйте в розыгрыше. Будет один, либо два приза, и в одном из последующих видео мы выберем победителя. Напишите, что думаете про этого медведя. Согласитесь, спорный персонаж. Ну и вообще, что думаете про весь этот патч. Пишите. Я читаю. Новички, среднички и все, кто смотрит мои видео, также читают комментарии. Заходите на мои стримы. Стримлю каждый день на Твиче, на Ютубе. Зацените атмосферу. Она поменялась. И, в принципе, все стало, мне кажется, лучше и спокойней. Также добавляйтесь ко мне в ВКонтакте, в друзья. Страница есть в описании. Вот так она выглядит. Если нужна консультация, чистка рон, доступ к альбому, еще что-то, пишите. Не стесняйтесь. Нахуй за спрос не посылаю. Следовательно, можете задать какой-то вопрос. Если мне не захочется на нее отвечать, просто скажу нет или там еще что-то. Поэтому пишите, обращайтесь, заходите на стримы. У больших хороших первачей. И качайте себе тех игрушек, которых вы хотите раскачать. Не слушайте меня. Не слушайте Васю Дырчикова. Просто смотрите видосики, наслаждайтесь, расслабляйтесь. Хорошего Вам вечера, хорошего дня и удачи в игре. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok